друзья всем привет меня зовут юрий рад вас приветствовать в это воскресное утро надеюсь ваши выходные проходит хорошо с удовольствием вам хочу рассказать про новинки casio осень зима 2020 года данная презентация прошла по сути оффлайн у ребят из casio поскольку все эти ограничительные меры все еще действуют в японии начнем с модели casio океанус на вашем экране две модели которые должны были быть презентованы еще в июне но опять же из-за коронавируса решено было перенести дату продаж на ноябрь модель на браслете называется s5000 ap модель на ремешке называется s5000 apple полное название на ваших экранах данные две модели выделяется очень необычным и красивым цветом циферблата синий цвет называется japan indigo японская indigo это уникальная по сути как обычно у японцев все уникальное уникальный краситель красящий состав который имеет естественное происхождение выращивается очень долго очень сложно его получить из одной тонны свежих листьев получает всего лишь один килограмм красителя фотография как происходит процесс изготовления краски на ваших экранах судя по всему действительно достаточно трудоемкий процесс сами модели s5000 не отличается ничем от того что сейчас продается на рынке то есть эта модель на солнечной батарейке с датой с днем недели с вечным календарем есть bluetooth для синхронизации со смартфоном настройки времени настройки каких-то параметров все это вы прекрасно знаете из наших роликов обзоров все давно смотрели в утомлять вас технической частью не буду отмечу ли что это да все те же тонкие часы casio океанус самые тонкие сейчас на рынке из casio океанус модели выйдут в продажу ноябре это лимитки браслетные будут представлены 2000 штук а моделька на ремешке 500 экземпляров браслетные примерно по цене две с половиной тысячи долларов на ремешке 2300 долларов кстати обратите внимание моделька на ремешке имеет такой переход от зеленого к синему это неспроста дело в том что со временем когда indigo окисляется ее цвет меняется от зеленого к синему такая интересная история ремешок здесь кожа крокодила а относятся эти две модели s5000 к айзин коллекции также к новой коллекции айзин относятся две новых моделей из классической линии это линия т т 2600 две модельки синий и белый циферблат честно вам признаюсь не пойму почему основана эта линейка не на новых т 3000 а на предыдущих т 2600 предполагаю что популярность новых трехтысячных не такая как 2600 поскольку опыт японского магазина ttm watch говорит о том что людям больше нравится модели 2600 здесь также представлены две линейки ocw t 2600 эй 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 это модель синим цвете циферблата и т 2600 эй эль би модель в белом циферблате выпущена будет синих тысячу штук белых 700 штук вы также видите что есть оттенки синего на данных циферблатах здесь дизайн вдохновлен расцветками индиго но самой индиго здесь не применяется то есть только только вдохновлялись кожаный ремешок из телячьей кожи окрашен натуральным цветом индиго тыльная сторона из мягкого уритана обратите внимание крепление теперь на ремешках даже на океанус не только на протрегах на нейлоновых но и на кожаных ремешках океанус теперь есть быстрое снятие ремешка вы можете менять ремешки буквально на ходу без инструментов обе модели по 132 тысячи иен или примерно 1300 долларов также будут выпущены в ноябре сама дата пока не определена на океанус все новых моделей мы с вами не увидели только улучшение старых идем дальше сейчас поговорим про джи шок конечно главной новостью линейки джи шок стало анонсирование новых mtg b2000 я уверен что вы видели уже фотографии читаете наш инстаграм телеграм там все это появляется буквально вот как горячий пирожок мы это берем с сайтов официальных и вам на русском языке предлагаем ознакомиться так вот здесь я честно говоря немного в шоке друзья сложно передать ощущение по моему мнению mtg стали хуже я сейчас постараюсь вам объяснить почему я так считаю вы конечно вправе со мной не согласиться и возможно я не прав потому что все новое всегда в штаки так принимается я помню как новая камни мне ужасно не нравилось теперь я от нее восторге и так новая mtg b2000 в дополнение к металлу к пластику сюда добавили еще углеродный сердечник модный сейчас карбон кор кварт то есть защита механизма карбоновым или углеродным монококом корпусом да по сути такой уже давно применяется более дешевых дешевых но до топа вот только только дошли я не думаю что mtg из таких классных тяжелых металлических часов превратятся постепенно видимо сейчас еще металла достаточно но вес уже много меньше размер много меньше и задняя крышка точнее не крышка это сторона монокока да она теперь ну как бы ощущается пластиком да это карбон там углерод не важно но ощущается это все пластиком и если раньше была металлическая пластина то теперь это пластик по сути и ощущения какие-то вот ну дешевки начинаются поймите меня правильно не хочу ничего плохого сказать но если раньше к руке прикасался металл теперь к руке прикасается пластик и неважно карбон это или там не карбон не важно то есть это первый минус о котором сказал и второй минус я вообще не понимаю вот что со мной делаете зачем крашеные безеля ставить на большие спортивные mtg g-shock зачем это ведь не dlc это просто ip покрытие посмотрите даже на фотографиях с презентации вот синяя модель здесь уже царапина уже царапина в районе десяти часов с этими часами еще ничего не делали когда их начнут носить красный черный синий цвет превратятся я не знаю боюсь сказать во что вы сами поняли мой посыл единственное что может спасти всю эту ситуацию о чем я прочитал в описании первое карбон делает часы легче многим от этого будет плюс потому что не все любят монструозные часы это раз и второе кася говорит о том что корпус и безель спроектированы отдельно и можно изменять сочетание цвета материала и отделки корпуса и безеля то есть нам говорят о том что безель можно будет менять на другой если это действительно правда и можно быть легко менять в домашних условиях безель то хорошо какой-то плюс касси от меня заработала по крайней мере можно будет хоть что-то делать полностью зацарапанными безелями но как-то так также обратите внимание что браслет теперь снимается также без инструментов два рычажка видимо центр их стягиваем браслет снимаем будут идти как опция дополнительно ремешки на каучуке стоимость примерно 200 долларов и отдельно можно будет купить браслет где-то стоимость 350 360 долларов причем как я понял браслет будет черного цвета здесь опять же вопрос сохранности внешнего вида и сочетания с общим дизайном серебристых корпусов тоже нужно об этом отдельно поговорить выпущены будут часы уже совсем скоро это в ноябре стоимость модели с красным безелем сто тридцать семь тысяч пятьсот ен то есть где-то 1300 долларов наших условиях порядка 100 тысяч рублей синий безель это 1200 долларов и черный безель это 1250 долларов примерно при этом модель с синим бетелем она идет на каучуковом ремешке также отмечу что до рынка наконец добрались gmw b5000 tfc тире 2 это модель камуфляж с синим оттенком причем синий не такой яркий как на рендерах как на каталожных картинках он совсем слегка пробивается через общую картину камуфляжности часов и мне это нравится не зеленый цвет как было в первых камуфляжных часах а такой слегка синий интересно смотрится согласитесь это такая ограниченная серия топ-часов то есть здесь все на уровне титановый корпус сапфировое стекло отличный механизм жишок все как положено в том числе цена здесь порядка полутора тысяч долларов данные часы будут стоить и уже они продаются я думаю что обзор на канале на эту модель также выйдет фрагманы радужная жаба также выйдут осенью 1250 примерно долларов они будут стоить название на вашем экране что здесь сказать друзья стандартные фрагманы которые мы уже с вами обозревали которые мы с вами полюбили часы внешне действительно очень эффектно и когда держишь руках производит только самое положительное впечатление радужная жаба это просто такая веселая расцветка веселая лимитка в честь радужные жабы барнео которая вновь была обнаружена в 2011 году на острове барнео в юго-восточной азии впервые за 87 лет то есть такая редкая жаба на самом деле и часы также будут редки это будет ограниченная серия если понравились успеваете заказывайте покупайте закончится очень быстро поверьте мне а заканчивать новости про джишок мы будем двумя моделями это всем известные gbd h1000 smart часы от casio на солнечной батарейке с пульсометром шагомером bluetooth и так далее вы прекрасно уже собственно знакомы с этой моделью у нас был и обзор 1 и обзор 2 и более дешевые модели мы вам также показывали здесь две новых расцветки представлена черно-белый цвет и также яркий красно-оранжевый цвет на второй модели я бы сказал расцветка стала более молодежные более такой свежий и яркой и по настоящему позитивный что ли поскольку до были красные уже вот в той четверки первых моделей которые вышли как-то они не смотрелись ярко эти модели с прозрачным безелем смотрится ну прям интересно согласитесь цена на уровне 500 долларов также сохранится здесь не убавили не прибавили выпущены будут в октябре линейка про трек не представила чего-то кардинально нового но выкатили несколько интересных скажем так рестайлингов уже ныне существующих моделей начнем мы с модельки prx 8025 ht это юбилейный про трек монасту монасту считается самым лучшим про треком полностью титановый корпус то здесь все четко классно отлично напомню что монасту это гора в гималаях одна из самых высоких вершин мира куда в свое время забрался хиратаки таки уч и собственно говоря вот этому достижению данного японца и посвящена по сути серия prx 8000 смотрите друзья безель данной лимитки он изготовлен из титана ти 64 который по своим техническим характеристикам превосходит обычный титан и вот этот необычный такой узор что ли на карбон похоже на это не карбон здесь японцы подразумевали что вот это такой рисунок как свечение солнца или луны через облака что-то такой белый ореол когда солнце пробивается через облака вот такая вот была идея на задней крышке часов вы видите цифру 25 25-летие бренда монасту и так же видите 14 звездочек 14 звездочек олицетворяют 14 самых высоких вершин мира все они находятся в гималаях и везде побывал господин таки уч и цена 220 тысяч японских иен то есть чуть больше 2000 долларов все будет выпущено 200 штук в октябре и естественно специальная подарочная коробка так называемая пожарная серия от протрек в нее входит prw30 prw60 и prw50 в чем концепция данной черно-красной линейки здесь все очень красиво дело в том что в японии раз в год в эль-капитане в национальном парке йосемите святой земли альпинистов только при соблюдении некоторых условий наблюдается огненный водопад это красивое и редкое природное явление которое возникает когда красный закат под изысканным углом отражается на воде стекающий с водопада и указывается что вы когда действительно это видите кажется что ярко красная лава стекает со скалы вот такая вот концепция трех моделей технически они ничем не отличается от своих стандартных братьев черные корпуса точнее они серые это серое ip покрытие черно-красное оформление циферблата prw60 prw50 и prw30 полностью цифровые часы также здесь браслеты снимаются очень быстро можно все это сделать без инструментов видимо теперь так будет всегда и скорее всего я думаю на океанусах тоже скоро появится на браслетах такая новая фишка по ценам prw60 900 долларов prw50 900 долларов и prw30 800 долларов выпуска запланированы в октябре это будут ограниченные серии но не лимитки в прямом смысле слова то есть какое-то время выпускается и потом с рынка резко пропадают все модели будут не японской сборки если это кому-то важно на этом друзья будем заканчивать эдифайс по сути ничего нового не показали только повторили ранее представленные модели самый интересный из них это не кубе 1100 обзор у нас недавно был посмотреть если вдруг еще не видели жалом хорошего завершения выходного и классно рабочей неделе всем спасибо всем пока носите самые лучшие часы и